Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. За качество медпомощи руководители больницы поликлиник будут отвечать лично. Об этом заявила вице-губернатор Анна Менькова. Построят ли на улице Чайковского храм, решат сами жители. Точку поставит масштабный опрос населения. Улицы Лазурной больше не страшен ливень. Там поменяли систему стоков. Хоккейный клуб Сочи открыл свою детскую спортшколу. Обучать ребят будут бесплатно. Рабочий визит в Москву Вениамин Кондратьев провел в столице ряд переговоров и встреч. Одна из них прошла с генеральным директором Дома РФ Александром Плутником. Эта компания учредила фонд Единого института развития в жилищной сфере. Он занимается формированием комфортной городской среды. Речь зашла о реализации приоритетных для Краснодарского края проектов. В том числе губернатор обсудил масштабные преобразования Геленджика. В городе появятся современные спортивные зоны, велодорожки, а набережная станет еще длиннее. Все изменения входят в стратегию развития городской среды курорта. Соответствующее соглашение было подписано еще на Питерском экономическом форуме. Документ касается благоустройства и создания новых общественных пространств в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Подобный подход можно применить на всей территории Кубани, заявил глава региона, и внедрять не только при застройке городов, но и станиц. Такими комплексными решениями в Краснодарском крае, по сути, меняют подход к городостроительной политике. И к другим темам. В Гулькевичском районе завершается уборка озимых культур. Муниципалитет в лидерах по урожайности уже собрано около 70% пшеницы и ячменя. Это более 200 тысяч тонн зерна. С рабочим визитом в Гулькевичский район сегодня приехал глава Кубани Вениамин Кондратьев. Губернатор посетил одно из полей, на котором уже сегодня закончат уборку урожая. На площади 2500 гектар собирают пшеницу 3-го и 4-го класса. Также крупнейшее сельскохозяйственное предприятие в районе занимается животноводством. Рентабельность сегодня по вашему предприятию сельского хозяйства и животноводства и растеневодства позволяет вам проводить модернизацию? Общее по хозяйству где-то, ну, рентабельно где-то 80%. 80%. У нас давит вниз свиноводство сейчас. У нас 9 тысяч идет зерновых, то есть 3 тысячи кукурузы, 3 тысячи пшеницы, 3 тысячи ячменя. И жмыхи, остальное ингредиенты все покупали. В общем, 9 тысяч у нас уходит на свиней. Все должно быть сбалансировано. На сегодня нам важно, чтобы и растеневодство было, и животноводство было. В целом, и овощеводство тоже. То есть все должно быть. Сегодня все должно быть в нашем крае. Мы же агропромышленный регион страны. Мы гарант продовольственной безопасности. Не только хлеб, а в целом. Поэтому, конечно, уж кто-кто, а Кубань должна быть и с хлебом, и с овощами, и с фруктами, и с мясом, и с молоком. Я понимаю экономику, но сегодня, вы сами говорите, рентабельность 80%. Рентабельность позволяет вам делать модернизацию, в том числе и автомобильного парка, и в целом тракторного парка. Но тогда нужно подумать, на самом деле, как расширить спектры, в том числе и того, чтобы ваше предприятие максимально охватило все ниши, какие есть. В Гулькевичском районе производится почти 3% сельхозпродукции края. В структуре экономики муниципалитета больше преобладает промышленный комплекс. В ходе визита губернатор региона посетил одно из крупнейших предприятий района – строительный комбинат. Здесь производят железобетонные конструкции, которые используют в строительстве многоэтажных домов. В год предприятие сдаёт до 150 тысяч квадратных метров жилья. За качество медпомощи и низкий темп выполнения национального проекта здравоохранения руководители больниц и поликлиник будут отвечать лично. А если необходимо, главврачи и вовсе получат дисциплинарные взыскания. Об этом на краевой коллегии здравоохранения заявила вице-губернатор региона Анна Менькова. В зале главные врачи центральных районных больниц, крупных краевых центров, поликлиник, заместители глав районов по соцвопросам. Единственное достижение отрасли Кубани в этом году – снижение младенческой смертности, в то время как показатель общей смертности вырос. На вершине антирейтинга – Славинский, Щербиновский, Павловский, Приморско-Ахтарский, Тихорецкий и Брюховецкий районы. Здесь обыль населения почти в два с половиной раза. В Тихорецком районе построено три офиса врача общей практики, модульный ФАП, закуплено пять автомобилей скорой помощи и высокотехнологичное оборудование. Скачок смертности в Успенском районе здесь тоже самое, коллеги, был построен ВОП, закуплена лапароскопическая стойка, аппараты ВЛ, УЗИ, цифровой флюорограф. Туда тоже выезжали краевые специалисты, совместно с которыми район смог снизить смертность. И у нас получается интересная история, при которой, когда специалисты работают в районе, выезжают, там все стабильно. Как только специалисты выезжают из района, там начинается резкое ухудшение ситуации. Но выводы сделайте сами, коллеги. Отдельно на совещании остановились на смертности в трудоспособном возрасте. За четыре месяца этого года она составила 19% от числа всех умерших. Здесь самый большой показатель в Новороссийске, Старощербиновском, Обширонском, Щербиновском и Белореченском районах. Основная причина – недостаточное обследование и невыявление болезни на ранних стадиях. И здесь уже речь о диспансеризации населения. Сегодня все, кто старше 40, могут пройти обследование ежегодно, а не раз в три года, как было раньше. Кроме того, расширился перечень обследований, добавилась гастроскопия и онкологические скрининги. Сами поликлиники перешли на шестидневную рабочую неделю. А это значит, что пройти диспансеризацию можно и в субботу. Несмотря на то, что такое плановое обследование проводится в Крае уже седьмой год, качество осмотров в некоторых районах остается низким. Акцентирует внимание министр здравоохранения Евгений Филиппов. В антирейтинге Усть-Лобинские и Темрюкские районы. Необходимо усилить контроль за качеством профосмотров и диспансеризации. Мы возвращаемся опять к тому, как работает первичное звено. И, наверное, на сегодняшний день основной акцент также перекладывается на работу действительно первичного звена. На коллегии выступили главврачи всех районов, где отмечены самые высокие показатели смертности. Анна Менькова отметила, формальный подход в системе здравоохранения недопустим. Главврачи больниц, где показатели будут систематически расти, получат дисциплинарные взыскания. Ведь речь идет не о цифрах на бумаге, а о жизнях кубанцев. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Названа дата проведения очередного инвест-форума в Сочи. Оргкомитет определился, что форум пройдет в Олимпийском парке Сочи 12-14 февраля, сообщает пресс-служба организатора фонда «Росконгресс». В нынешнем году инвест-форум проводился в Сочи 14-15 февраля. В нем приняли участие более 8 тысяч человек, в том числе представители 65 государств. В Сочи стартовал пятый международный форум инноваций в дорожном строительстве. Его организатором традиционно выступает государственная компания «Автодор». Участниками форума стали депутаты Госдумы, представители профильных министерств, федеральные антимонопольные службы, исполнительные власти и субъектов России, руководители крупнейших подрядных организаций и производители современного оборудования для дорожной отрасли. За пять лет Международный форум инноваций в дорожном строительстве стал уникальной площадкой для обсуждения и выработки инновационных подходов. В программе форума – серия круглых столов по актуальным вопросам строительства дорог. Сейчас главные задачи – это повышение долговечности сооружений, надежность, безопасность, а также снижение нагрузки на окружающую среду. Так, например, Сочи в этом году вошел в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его город планируют завершить досрочно. Самая главная задача – это каждый год на протяжении шести лет мы будем осваивать 830 миллионов рублей. Но задача стоит такая – до 2025 года привести 85% городских именно дорог, нормативных дорог. То есть такие дороги должны быть городские, как сегодня федеральные дороги, такие, как сегодня краевые дороги. Вот, и это главная задача сейчас. То есть задача главная – это качество. Эта программа дает возможность не только делать там полотно ремонтировать, она прежде всего ставит задачу качественно сделать дорогу, чтобы она была и безопасна, и, конечно, очень долговечна. В программу ремонта в этом году вошли 64 объекта протяженностью почти 85 километров. На сегодня завершены работы на 15 дорогах, еще на 18 работы продолжаются. Кроме этого, запланирован ремонт на восьми оползневых участках в различных районах города. По требованию главы Сочи Анатолия Пахомова, список улиц, включенных в программу ремонта, в первую очередь был составлен с учетом мнения жителей. Приводить в порядок дорожное полотно в этом году будут и в других городах Кубани. Об этом рассказал на форуме вице-губернатор Краснодарского края. В этом году, в отличие от предыдущих двух, у нас в проекте «Безопасные качественные дороги» участвовала только Краснодарская агломерация. В этом году у нас уже три города участвуют в агломерациях. Это город Краснодар, это Сочи и это город Новороссийск. Вот представьте себе, в этом году у нас уже будет потрачено на ремонт и восстановление наших дорог более 3 миллиарда 400 миллионов рублей. В городе Сочи 64 объекта, в городе Краснодаре 51 объект дорожного строительства, в городе Новороссийске 10. Гостям форума представили экспозицию, где продемонстрировали новые технические образцы. Кроме этого, в программу включены вопросы профессионального образования и подготовки квалифицированных кадров, так как автомобильные дороги имеют стратегическое значение для страны. За два дня участникам предстоит найти ответы на вопросы, связанные с эффективным внедрением инноваций в отрасли. Предприниматели, молодые ученые и инженеры расскажут о разработках, которые уже завтра должны вывести дорожную инфраструктуру на более высокий уровень. Храм, детская площадка или парковка. Что построят на пустыре на улице Чайковского, определят сами жители района. Такое решение было принято на публичных слушаниях. Как сочинцы предлагают распорядиться с землей и какой проект предлагает церковь, расскажем в нашем сюжете. Пока этот участок на улице Чайковского возле городской стоматологии сочинцы используют как парковку, а у епархии на эту землю другие планы. Слухи о строительстве храма по микрорайону распространились быстро. Мнения жителей разделились. Не все поддержали идею возведения храма. Раз вы общественная организация, религиозная, вы должны контакт какой-то иметь с людьми. И идти навстречу людям. Интересы людей в первую очередь, а не свои интересы. Я думаю, что администрация может где-то на каком-то этапе поучаствовать, скажем, с домкомами. Собрать домкомов, пожалуйста, мы соберем наш актив, побеседовать. Кто не знает, выразить свое мнение. Игорь Виноградский рассказывает, в советское время здесь было футбольное поле, которое и сегодня для большого микрорайона было бы как нельзя кстати. Не хватает на Чайковского и детской спортивной площадке. Не отказались бы жители и от сквера. Здесь уличные тренажеры, какие-то занятия на воздухе, рядом река. Это вообще, понимаете, самурайское место у нас здесь. Здесь, я считаю, для себя зеленая зона. Мы с радостью выйдем, поможем. И вообще у нас практикуются субботники. Архитектор Федор Фуксиниди показывает проект, который предлагает сочинская епархия. Он учтет пожелания всех жителей микрорайона. Храм, он обозначен цифрой 1, будет небольшой, на 200 прихожан. Рядом образовательный центр. Это цифра 2. 4 и 5 – это спортивная и детская площадки. Кроме храма у нас будет очень развитый образовательный центр, в котором будут работать различные кружки и спортивные секции. Для детей подросткового возраста также предусмотрена большая достаточно спортивная площадка, многофункциональная. Здесь учтены мнения жителей микрорайона. И у нас будут очень развитые площадки спортивные и помещения спортивные. Все это будет в открытом доступе и бесплатно. Все секции будут бесплатно вестись. Епархии уверяют, над проектом начали работать только после многочисленных обращений верующих, которые считают, что храм в микрорайоне просто необходим. Кто тянется к религии, он не считается ни с временем, ни с расстоянием. Здесь цель совершенно другая. Вовлечь, отвлечь молодое поколение от тех негативных, пагубных воздействий, которые оказывает социум общества. Поэтому правильно и целесообразнее вместо всевозможных парковок, каких-то увеселительных заведений лучше, конечно, построить храм. Проект храма со всей инфраструктурой, который, кстати, будет построен исключительно за счет пожертвований, уже был представлен на публичное слушание. Мнения участников разделились. Было принято решение совместное о проведении дополнительного опроса жителей ТОС Гагаринский, так как присутствовало 200 человек, как я сказала, а жителей более 30 тысяч человек. И необходимо более широко провести эту работу по выявлению предпочтений жителей микрорайона. Решать путем большого опроса, быть или не быть, проекту в Сочи будут впервые. В ближайшие три недели в мэрии разработают модель его проведения. А уже после сочинцы сами решат, что строить на месте пустыря. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Михаил Тубинин, телекомпания ФКТ. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 5 июля в Сочи переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью плюс 21, плюс 23. Днем 25, 27 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 23. Министерство труда сократит список запрещенных для женщин профессии. Планируется, что обновленный документ вступит в силу с 2021 года, сообщает РБК. В перечень войдут 98 видов работ, на которых будет ограничен женский труд. В предыдущем документе, утвержденном почти 20 лет назад, значились 456 запрещенных для россиянок профессии. Теперь женщины смогут, к примеру, водить большегрузы, служить на корабле, работать машинистками электропоездов, ремонтировать машины. В новом перечне будут содержаться те виды работ, которые могут негативно сказываться на репродуктивном здоровье женщин. Вместо прямого перечисления запрещенных профессий будут определены области производства с ограничением женского труда. Минтруд оставил под запретом 21 профессиональную область, среди которых горные работы, строительство метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений спецназначения, сварочные и литейные работы, тушение пожаров. Ограничения также сохранятся в области производства цветных и редких металлов, бурения нефти и слесарных авиационных работ. К слову, в Краснодарском крае выросла востребованность трактористов почти на треть. Улицы Лазурной больше не страшен проливной дождь. Там построили ливнеотвод, благодаря которому многочисленные дома на Лазурной больше не затапливает. Водосточная система на этой улице была нарушена. И дождя жители частных домов на Лазурной боялись не меньше, чем огня. ЧП во время ливня было неизбежно. Дворы затапливало так, что выбраться из дома было невозможно. И вы знаете, это настоящая беда, когда ты на работе или где-то, а тебя заливают водой, и у тебя дома дети. И ты не знаешь, как добраться до дома, как вывезти детей, а потом делаешь ремонт и опять грибок. И опять болезни и так далее. Ну, в общем, был замкнутый круг. Вы видите наши довольные лица, вы видите наш новый асфальт. Счастья нет предела. Чтобы разрешить вопрос, жители Лазурной обратились в мэрию. Просьба была одна – построить водосток. Ответной реакции ждать пришлось недолго. Сразу же, ну сразу же пошел какой-то процесс. И работа началась. Завезли трубы, стали копать. Но тут же получилось так, что водопроводная труба, которую здесь закладывал водоканал, была гнилая-гнилая. И пришлось и эту трубу даже менять. И даже на это пошла администрация для того, чтобы полностью все сделать. И мэр города в этом отношении принял участие. Поэтому всем большое спасибо. Администрациями города Ядлерского района было принято решение строить ливнеотвод. В роли подрядчика выступило муниципальное предприятие «Водосток». За первое полугодие 2019 года силами мук «Водосток» промыто более 4 километров сетей. Очищено 5 километров лотковой сети. Выполнены монтажи более 1 километра лотковой сети с последующим благоустройством. Аварийные ситуации в Сочи, связанные с подтоплением территорий, ликвидируются по плану. В этом году на капитальный ремонт и реконструкцию водостоков из городского бюджета выделено более 44 миллионов рублей. Инга Габешия, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В Сочи измерили самый большой тополь в мире. Длина окружности ствола 13 метров 24 сантиметра. Диаметр 3 метра 4 сантиметра. Высота около 30 метров. Специалисты Сочинского национального парка провели исследование тополя. Также его называют «дерево-дракон» из-за его сплетенных стволов в виде трех голов. Специалисты парка склонны утверждать, что это самый большой и древний тополь в мире. По предварительным данным, его возраст около 170 лет. Добраться к дереву можно от ЖД вокзала Сочи на автобусе номер 122 до конечной остановки поселка Кудепста. Дальше необходимо пройти мимо бывшие школы-интерната и зайти в Кудепстинский лесопарк. Число россиян, которые периодически занимаются спортом, растет с каждым годом. Если в 2006 году таких людей было 38%, то к 2018 цифра увеличилась вдвое. Такие данные привел Всероссийский центр исследования общественного мнения. Насколько спортивны жители Олимпийской столицы, узнаем из нашего следующего сюжета. Евгений уже на протяжении пяти лет занимается спортом и приходит на тренировку минимум четыре раза в неделю. Он отдает предпочтение уличным площадкам, поскольку занятия на свежем воздухе укрепляют здоровье. Мало того, что парень следит за здоровьем своего тела и ведет ЗОЖ, он помогает в этом и другим ребятам. Человек занимается спортом, он намного себя чувствует лучше, для большей жизненной активности, для здоровья. И самое главное, спорт должен быть для удовольствия. Чтоб вы любили, приходили, хотели им заниматься. Не просто так пришел на площадку или там куда-то еще и делаешь там через не хочу. Ведь то, как мы подходим к вопросу тренировок, хотим мы заниматься или не хотим, будет складываться на дальнейшем наш результат, наш прогресс. Как оказалось, тренировки на свежем воздухе очень популярны среди местных жителей. Тут найдется место как опытным, так и совсем еще юным спортсменам. Начать свое утро правильно – вот главный девиз. Это основное, можно сказать, что человек должен обязательно делать по утрам. Не только начинать утро с хорошей чашечки кофе, но и, естественно, с зарядки. Каждое утро разминка, но плановые тренировки через день. Понедельник, среда, пятница. Ну, не каждое утро, конечно. Ну, занимаемся. Занимаюсь и зарядкой, и спортом, и бегаю на 10 километров. Ну, на площадке я прихожу где-то 5 раз в неделю. Вот, в основном это с друзьями я сюда прихожу, мы здесь рекорды ставим. После занятий у меня привив сил, то есть весь день потом проходит достаточно хорошо, легче все дается. Для жителей и гостей города во всех четырех районах Сочи построено более 140 спортивных площадок, заниматься на которых может любой желающий абсолютно бесплатно. Это и тренажеры, это и воркаут-площадки, и многофункциональные спортивные площадки. Если говорить о многофункциональных спортивных площадках, где можно заниматься волейболом, футболом, бадминтоном, любым видом спорта, то таких у нас сегодня только с 2008 года построено 57. Из них 17 площадок это на территории районов, и остальная часть на территории общеобразовательных школ. Но даже на территорию общеобразовательных школ может прийти заниматься любой желающий при наличии документа удостоверяющего личность. Со списком открытых уличных спортивных площадок можно ознакомиться на сайте администрации города Сочи. К слову, сегодня у спортсменов есть множество гаджетов, с помощью которых все проще следить за своим физическим состоянием. Ну а как показала практика, для жителей Олимпийского города здоровый образ жизни и спорт очень важны. Раз, два, три, четыре, пять. Возможности заняться спортом теперь будет больше. Хоккейный клуб Сочи открывает свою детскую школу. Об этом представители клуба объявили сегодня на пресс-конференции. Глава Сочи Анатолий Пахомов неоднократно отмечал руководству клуба, что у профессиональной команды просто обязана быть своя детская и юношеская школа. В нее наберут юных сочинцев 2012-2013 годов рождения. Занятия в школе будут бесплатными. Все расходы по организации тренировок и работы школы берет на себя хоккейный клуб. Родителям придется потратиться только на хоккейную экипировку. Наконец-то в городе Сочи появилась именно та, я позволю себе слово, та прослойка в виде вот этой хоккейной школы, в которую все наши дети с сегодняшнего дня начнут стремиться. У всех детей есть такая возможность, нужно всего лишь заниматься спортом и доказать, что ты достоин выступать в этой школе. Тренировочный процесс выстроен по национальной программе подготовки хоккеистов «Красная машина». А заниматься юные спортсмены будут на базе Дворца спорта «Большой». Возглавил школу заслуженный тренер России Вячеслав Угрюмов. Последние семь лет он руководил подобной школой Челябинского клуба «Трактор». Тренировки будут состоять не только на льду и не только из элементов хоккея, но в таком маленьком возрасте это надо гармоничное развитие, выкрепление здоровья. Но преобладать, конечно, будут элементы хоккея. Мы надеемся, что желающих будет много, все будут ходить с удовольствием, независимо от того, есть у кого-то какие-то первоначальные навыки уже игры в хоккей. В штат школы уже приглашен первый тренер. Это Евгений Иконников, который играл в различных российских клубах, а после завершения карьеры работал как тренер с молодежными командами. Для приема в спортшколу хоккейного клуба «Сочи» надо заполнить электронную форму в разделе «Школа» на официальном сайте клуба. После этого с родителями свяжется методист. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.